Монгольская ГРЭС Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Наталья. Спасибо вам большое за приглашение. Я у вас первый раз, поэтому очень приятно, что вы меня пригласили. Действительно, что касается добычи полезных ископаемых, в декабре мы уже подводим предварительные итоги работы отрасли. Если говорить о цифрах, то это порядка 13 миллионов тонн добычи каменного угля, порядка 3 миллионов тонн добычи бурого угля, порядка или более 6 тонн золота и урана мы планируем добыть порядка 480 тонн. Что стоит за этими цифрами? За этими цифрами стоит у нас очень большая группа людей. Порядка 7 тысяч человек у нас задействованы в отрасли. Могу сказать с гордостью, что уровень заработной платы составляет порядка 50 тысяч рублей. Это в 1,7 раза выше, чем средняя заработная плата по Республике Бурятия. К моей большой радости в 2016 году мы не ощутили спад производства, мы не ощутили спад инвестиционной активности. Все наши запланированные показатели, в том числе и по налоговым поступлениям, нами будут выполнены на 100%. Я этому очень рад, потому что в связи с экономическим кризисом я, безусловно, опасался, что наша отрасль немножечко даст сбои. Но, слава Богу, наши предприятия стабильно работают. Могу сказать, что доля убыточных предприятий у нас также очень серьезно сократилась. Многие наши компании вышли на уровень рентабельности. То есть, если о динамике говорить? Да, безусловно, что не может не радовать. Если говорить о динамике, то с 2013 года объем налоговых поступлений вырос в два раза. В 2013 году это было 1,5 миллиарда рублей. По итогам 2016 года мы ожидаем где-то 3,2 миллиарда. На 2017 год мы запланировали 3,5 миллиарда рублей. Это, безусловно, один из локомотивов экономики республики. Я надеюсь, что темпы будут продолжены. А какие задачи ставите тогда? Вы знаете, что касается задач, ну, все сейчас министерства ведут активную работу над разработкой стратегии 2030. Вы знаете, что это очень серьезный документ, который обсуждается на разных площадках. Мы привлекаем и общественные советы, и общественные организации, и специалистов различных министерств, ведомств. Привлекаем науку. В настоящий момент очень значительная часть этой работы уже проделана. И что касается нашей сферы, то, безусловно, мы планируем к 2030 году, ну, для примера, уровень налоговых поступлений увеличить еще в два раза. И планируем, что к 2030 году он достигнет порядка 6 миллиардов рублей. Вот возникает вопрос, посильны ли задачи, как вы считаете? Вы знаете, я думаю, да. Потому что, несмотря на те экологические и природоохранные ограничения существующие, у нас очень хорошие перспективы. Я неоднократно говорил, что на территории Республики Бурятии, ну, практически вся таблица Менделеева сосредоточена в наших недрах. Другое дело, какие месторождения экономически целесообразно отрабатывать, а какие нет. Но с чем мы связываем перспективы развития? У нас есть целый ряд крупных месторождений, которые до сегодняшнего момента не разрабатываются. Но по двум из них мы уже нашли крупных инвесторов. По четырем у нас есть планы развития. Поэтому я думаю, что налоговая база будет увеличиться как раз с разработкой новых месторождений полезных ископаемых. Ну, все это должно обогатить Республику, да. Вот на деле поступления, скажем так, в бюджет, они, вероятно, в разы ниже ожидаемых. Вот депутаты говорят о том, что нет необходимой инфраструктуры, да. Тем не менее, вот если говорить об основных проблемах, да, то какие, на ваш взгляд, наиболее острые, и вот те, которые, может быть, оперативно нужно решать, да, сегодня? Вы знаете, ну, депутаты отчасти правы. Единственное, я хочу подчеркнуть, что по нашей отрасли и по министерству все индикаторы запланированные нами выполнены. Никакого снижения у нас нет, у нас есть только увеличение и рост, чему я, безусловно, рад. Что касается основных проблем освоения месторождений, это первое, отсутствие необходимой инфраструктуры, все это понятно. Второе, как я уже говорил, это серьезные экологические ограничения, связанные с центральной экологической зоной, озеро Байкал. Ну и третье, это все-таки, наверное, дефицит кадров и дефицит таких толковых, хороших специалистов-геологов, которые были у нас в советское время. Как собираетесь справляться? Вы знаете, ну, мы большую работу проводим, на самом деле, с Министерством образования Республики Бурятия. Мы подключаем учебные заведения, институты. Чувствуете отклик? Безусловно, да, и очень многие идут нам навстречу. Мы планируем прямо создавать такие совместные учебные классы, привлекать туда наших недропользователей, чтобы... Ну, они заинтересованы, им нужны все специалисты, как линейный персонал, так и инженерно-технические работники. И мы говорим, давайте мы будем готовить их в Бурятии. И эта линия продолжается у нас? Безусловно. Вот в кризисное время, да, депутаты решили такие поискать, ну, дополнительные возможности, да, доходных статей республиканского бюджета. Сказали о том, что нефрит спасет Бурятию в кризис. Вот. Проблема в том, что добыча, да, минерала очень сильно криминализована. Вот правительство уже неоднократно выступало с инициативой, да, ужесточить ответственность. Вот позиция министерства какой выход видит? Вы знаете, ну, нефрит не спасет, на самом деле, Бурятия. Нефрит – это такая сказка про шахерезаду, что ты зашел, и все в порядке. На самом деле, это очень сложная добыча, это очень сложные геологические риски. Ну, и чтобы вы понимали, вклад нефритовой отрасли в налоговых поступлениях – это порядка 100 миллионов рублей в год. То есть, из 3,5 миллиардов, 100 миллионов – это нефрит. Что касается того, что отрасль действительно закриминализована, наверное, да. Наверное, да, но за последние два года было предпринято очень много шагов. И со стороны Российской Федерации, и со стороны Министерства внутренних дел. Что касается полномочий Роснедра, я вам могу сказать, что на сегодняшний день у нас все месторождения нефрита по республике Бурятии нашли своего хозяина. Были проведены аукционы, конкурсы. И сейчас у каждого месторождения есть свой собственник, который владеет лицензией, и который обязан выполнять условия лицензионных соглашений. Это первое. Второе, мы говорим, что к нам приходят действительно ответственные и социально ориентированные недропользователи. Ну, например, как Забайкальское гурнородное предприятие. Это действительно хорошие недропользователи. Он внушает доверие, и он социально ориентирован. Потому что, не успев прийти, он тут же заключил соглашение о социально-экономическом партнерстве с Баунтовским районом на очень крупную сумму. И жители Баунтовского района довольны, что такое недропользовательство у них появилось. А сколько лицензий, скажем так, выдано? Знаете, на сегодняшний день на территории республики действует порядка 17 лицензий. И порядка 9 лицензий находятся в разработке в той или иной стадии. То есть по ним ведутся работы? Да. Либо это поисковые, либо георазведочные, либо это добычные работы. Еще одна тема, одна из бурно обсуждаемых. Общественное слушание по монгольской ГЭС, которое планируется во второй половине января 2017 года. Как сегодня продвигается решение с позиции российской стороны? Может быть, какие вероятностные прогнозы можно давать? Как решится вопрос, на ваш взгляд? Вы знаете, я тоже немножко повторюсь. Я всегда говорю, что мы благодарны нашим соседям за то, что они учитывают мнение населения республики Бурятия. И мы работаем с ними в достаточно тесном контакте. Но вот если опустить все подробности, то первый опыт нашего общения – это 8 февраля текущего года на территории Кабанского района в селе Кабанск были проведены общественные слушания по Шуренской ГЭС. Это была такая у нас первая ласточка. Инициаторами выступили жители района, общественные организации. Но вот там у нас было получено отрицательное заключение на разработку технического проекта. Было очень много замечаний. И монгольская сторона обязала все эти замечания устранить. Если опустить год нашего дальнейшего общения, то могу сказать, что на сегодняшний день достигнуты договоренности о том, что действительно, наверное, это будет февраль месяц. Вторая половина января и первая половина февраля месяца мы планируем провести общественные обсуждения на территории пяти районов республики. Мы считаем, что мнение жителей Бурятии должно быть услышано, но жители должны быть информированы о планах наших соседей. Потому что это, безусловно, не может не внушать опасений на фоне нашего маловодного периода, который продолжается уже 22 года. На фоне того, что у нас происходит с озером Байкал. Безусловно, это вызывает общественный резонанс очень большой. И повторюсь, мы благодарны нашим соседям, которые выполняют решение конвенции и проводят общественные консультации на территории республики. Ну, как считаете, будут строить или нет? Вы знаете, мне сложно комментировать. Там же есть несколько вариантов. На мой взгляд, не есть догма строить или не строить. На мой взгляд, было бы неплохо рассмотреть альтернативные варианты. И я знаю, что Минэнерго Российской Федерации очень плотно над этим работает. Потому что достаточно много альтернативных источников. Давайте, может быть, озвучим, какие для наших телезрителей. Ну, повторю, что это делает Минэнерго. Ну, например, у нас есть избыток на гусенозерской Агрессии. Почему перетоки не направить в Монголию? Есть много вариантов. Есть ветровая энергия, солнечная энергия, зеленая экономика. Но много направлений. И монгольская сторона как раз сейчас очень серьезно занимается именно зеленой экономикой. Там есть определенные меры поддержки. И бизнес заинтересован вкладывать деньги. Поэтому будем ждать предложения российской стороны и решения монгольской. Если все-таки обратиться немного к истории вопроса. Давайте еще раз, может быть, поясним основные плюсы, минусы все-таки такого масштабного проекта. Что мы получаем и что мы теряем? Вы знаете, сложно прогнозировать, что мы получаем, что мы теряем. Главное сейчас для нас не потерять то, что у нас есть. Мы говорим, что озеро Байкал – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы говорим, что сейчас с экосистемой Байкала есть определенные проблемы. Мы говорим, что вот просто так взять и построить там три гидроэлектростанции, наверное, невозможно. Невозможно, не понимая последствия. И население Бурятии, мы же все адекватные. Мы не говорим, нет, не строите. Мы говорим, а давайте посмотрим, какие последствия нас ожидают. И мы предлагаем монгольской стороне разработать техническое задание такое, которое устроило бы обе стороны. В котором мы посмотрим именно региональные риски вот этого вот экологического негативного воздействия. И после того, как мы это поймем, уже можно будет вести переговоры о самой реализации проекта. Вот некоторые экологи высказали буквально недавно мнение, такое опасение, что строительство электростанции может быть еще таким отводным маневром. То есть речь идет о водоотводе в Южной Гобе. Есть некий вот такой китайский проект по высаживанию леса на территории. И известно, что значительная часть Китая покрывается песчанными бурями. Это как бы огромное такое бедствие. И есть сведения уже, что Китай договорился с Монголией о том, что за свои деньги Китай высаживает эти леса. Для этого нужна вода. И опасения касаются того, что начнется переброска просто Селенгинских вод на юг. Вот не знаю, что вы об этом знаете и что вы об этом думаете. Это мы говорим про проект Архон-Гоби. Действительно, это создание водохранилища на крупнейшем притоке Селенге реки Архон. Действительно, проблема большая, потому что часть стока будет перебрасываться в пустыню. Но по нашей информации это связано как с посадками леса, так и в основном для развития горнодобывающей отрасли Монголии. И повторюсь, это не может не вызывать опасения. И еще раз повторюсь, что этот проект мы также будем обсуждать на общественных обсуждениях. То есть там уже будет видно? Конечно, там будет, во-первых, слышно, а потом уже будет видно. Мы будем обсуждать два проекта. Это строительство ГЭС Шурен и строительство проекта Архон-Гоби. То, о чем я говорил. Это небольшая гидроэлектростанция, по-моему, 35 мегаватт. И переброс части стоков в пустыню Гоби. Если обратиться к теме размещения тендера на сайте Всемирного банка, тогда это стало, вы комментировали ситуацию, стало такой неожиданностью для вас, да? Может быть, какие-то ожидаете новых сюрпризов от монгольской стороны на слушаниях в январе? Вы знаете, мы действительно были удивлены. Мы подготовили пару писем. Одно письмо в МИД направили, второе письмо в Минприроды Российской Федерации с просьбой рассказать нам дальнейшие алгоритмы действия. Потому что мы были несколько ошарашены. И это несколько, на наш взгляд, нарушало наши предварительные договоренности. Но монгольская сторона нам отписалась. Нас успокоили. Нам сказали, что проект технического задания будет размещен на сайте и будет проведен конкурс только после того, как пройдут общественные обсуждения и только после того, как монгольская сторона услышит мнение населения Республики Бурятия. Поэтому в этом плане мы спокойны. Договоренности о проведении есть. В конце января, в феврале месяце, я думаю, мы эту работу сделаем. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, это водоохранная зона. Скажите, на сегодня все-таки какие итоги, какие решения? Действительно, это, наверное, один из самых резонансных вопросов. В марте 2015 года у нас распоряжением правительства Российской Федерации установлены границы водоохранной зоны. Это стало для нас, конечно же, большим сюрпризом. Потому что на сегодняшний день границы водоохранной зоны практически полностью совпадают с границами центральной экологической зоны озера Байкал. А для нас это в цифрах порядка 75 населенных пунктов и порядка 79 тысяч человек. Чем чревата граница водоохранной зоны для людей? Ну, первое, в границе водоохранной зоны мы не можем размещать кладбище. Да, есть запреты. Запреты, да, есть определенные запреты. Второе, мы не можем размещать полигоны твердых коммунальных отходов. Их размещать можно, но за границами водоохранной зоны. Вот чтобы это понимать в цифрах, да, вот для Усть-Баргузин это 65 километров, для города Севербайкальск это 100 километров. То есть, для того, чтобы, ну, не будем про кладбище, наверное, да, про твердые коммунальные отходы будем говорить. Для того, чтобы вывести твердые коммунальные отходы, необходимо проехать 100 километров по нашему бездорожью. Там построить полигон твердых коммунальных отходов и вывозку осуществлять туда. Но я даже боюсь представить, какой будет тариф для местного населения. И я уверен, что ни один человек там в том же Усть-Баргузине не будет платить такие деньги за вывоз и захоронение ТКО. Ему проще будет это поехать и выкинуть в лес. Где-то, да. Поэтому, на наш взгляд, это некие двойные стандарты. С одной стороны, мы говорим, что это сделано для того, чтобы защитить Байкал. А с другой стороны, мы понимаем, что, ну, Байкал, ну, на берегу Байкала живут люди. И мы готовы Байкал охранять. Ну, давайте мы про людей забывать тоже не будем. Поэтому есть ряд предложений. К счастью, Минприрода Российской Федерации прислушалась к позиции субъекта. Вячеслав Владимирович Наговицы неоднократно направлял письма и на Дмитрия Анатольевича Медведева, и на Сергея Ефимовича Донского. Нас услышали. На сегодняшний момент Минприроды внесло в Государственную Думу проект закона об изменении границ водоохранной зоны. Ну, могу сказать вам, что границы водоохранной зоны будут устанавливаться по такому научному принципу. Есть работа Института Сачавы, в которой, в принципе, достаточно хорошо все описано. И, главное, аргументировано. И обосновано. Единственное, что мы предлагаем, все-таки, исключить населенные пункты из границ водоохранной зоны, убрать их оттуда. Либо второй вариант, наихудший для нас, установить границы водоохранной зоны 500 метров. Это вариант, на который мы идти не хотим, но вот Минприрода на нем пока настаивает. Поэтому мы находимся в процессе такого очень творческого, горячего обсуждения. Сейчас этот документ попал к депутатам Государственной Думы. Мы ждем предложения от них. И когда будут известные итоги? Вы знаете, мне сложно сказать. Я надеялся, что на декабрьской сессии Госдумы рассмотрят этот законопроект. Но, на мой взгляд, есть некие разногласия в правительстве Российской Федерации. Я боюсь, что на декабрьскую сессию мы не успеем. Мы поговорили о том, что существуют некие запреты для жителей, да, есть также проблемы с регистрацией участков. Вот здесь также продвигается вопрос или еще пока не сдвигается с мертвой точки? Здесь сложнее. Дело в том, что запрет на регистрацию прав собственности, он не связан с границами водоохранной зоны. Он связан с 27-й статьей земельного кодекса. Здесь также работа идет. Мы также собираемся на разных площадках. Но по водоохранке мы ушли немножко дальше. По 27-й статье пока мы в процессе обсуждения. Да, да. Пока тяжеловато. Юрий Павлович, ну вот 2017 год объявлен годом экологии. Какие работы планируются и каких проектов может быть ожидать в следующем году? Вы знаете, ну действительно указом президента Российской Федерации 2017 год у нас объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий. Республика Бурятия по собственной инициативе очень активно участвует в этих мероприятиях. Могу сказать, что по поручению главы республики мы разработали план мероприятий. Этот план мы утвердили распоряжением правительства республики Бурятия. И в этот план у нас входит порядка 18 таких крупных знаковых мероприятий, которые мы будем проводить как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств республиканского бюджета. Наиболее масштабные, может быть. Вы знаете, ну во-первых, это мероприятие в рамках ФЦП охраны озера Байкала. Что касается, мы планируем проектирование полигонов твердых коммунальных отходов за счет субъекта. Мы планируем строительство трех полигонов твердых коммунальных отходов. Мы планируем разработку проектной документации нашей самой такой горячей и больной точки, это вот очистные сооружения города Северо-Байкальск. Мы в 2017 году планируем приступить к реконструкции правобережных очистных сооружений города Улан-Дэ. И также мы продолжаем выполнять наши мероприятия по ФЦП охраны озера Байкал в части ликвидации последствий деятельности Хальбуржинского угольного разреза. Или все вы знаете эту резонансную историю с разливом нефтепродуктов подземной линзой, по сути, на стеклозаводе. Вот могу сказать, что объем средств, которые республика планирует потратить на год экологии, это порядка 83 миллионов рублей. Это позволит нам привлечь почти 930 миллионов федеральных средств и в общем итоге мы уйдем за миллиард. Это очень серьезная цифра, это очень серьезный такой кредит доверия при условии, что федеральные министерства эти лимиты до нас доведут. Потому что мы соглашение подписываем до 1 марта 2017 года, посмотрим, какие объекты будут там. Мало того, на последнем совещании Вячеслав Владимирович Наговицын очень четко расставил приоритеты. Он сказал, что само собой мы будем реализовывать мероприятия в рамках ФЦП, но необходимо провести работу с молодежью. Это с нашими детьми, со школьниками, с учениками. Активно привлекать к реализации мероприятий волонтеров по уборке побережья, по реализации каких-то интересных экологических проектов. Второе поручение, которое он нам дал, это заключить соглашение с предприятиями, с крупными промышленными предприятиями, которые работают на территории республики, в части внедрения наилучших доступных технологий. В части сокращения выбросов негативных в окружающую среду сбросов. Вот мы работаем с крупными компаниями, на сегодняшний момент порядка 11 компаний мы уже отработали. И вот наши промышленные предприятия очень ответственно относятся к году экологии. И вот на сегодняшний день мы запланировали уже мероприятие где-то на общую сумму 110 миллионов рублей. Эту работу мы будем проводить. Мало того, по поручению Вячеслава Владимировича в каждом муниципальном образовании разрабатывается свой план мероприятий, который будет реализован. Очень большая организационная работа сейчас проводится. Я думаю, что она у нас в 2017 году будет очень эффективной. Юрий Павлович, если все-таки подытожить нашу беседу и вообще основные итоги выделить, озвучить. Вы знаете, когда мы подводим итоги года, я всегда говорю о том, что все индикаторы мы выполнили. Главное, что те планы и те индикаторы, которые были заложены в программе социально-экономического развития республики Бурятия, связанные и с трудоустройством населения, и с уровнем заработной платы. Все это выполняется, все в этом хорошо. Люди у нас продолжают работать, получать доход. Могу сказать, что для меня очень радостно, что республика Бурятия не потеряла свою инвестиционную привлекательность. По-прежнему ежегодно инвестируют порядка 4,5 миллиардов рублей в отрасль. И могу сказать, что на самом деле у нас появилось очень много новых инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в разработку месторождения. Для меня очень радостный был год в том плане, что нам удалось провести очень большую работу по сфере лесных отношений. Вы знаете, что в прошлом году у нас сгорело или было пройдено огнем порядка 900 тысяч гектар. В этом году нам ситуацию удалось кардинально изменить. У нас непосредственное участие во всех процессах принял Вячеслав Владимирович Наговицын. Мы разработали очень много таких нормативных документов, приказов, по которым мы действовали. И, на мой взгляд, это существенно позволило изменить ситуацию. Вот в этом году огнем пройдено уже 151 тысяча гектар. Можно сказать, что вы такую положительную оценку даете. Да, нас глава очень хорошо простимулировал. И мы на самом деле переоценили абсолютно подход и к тушению пожаров, и к организации тушения пожаров, и, главное, к профилактике. И вот уже сейчас мы занимаемся очень активной подготовкой к пожароопасным сезонам 2017 года. То есть мы не сидим на месте, мы идем вперед. Я в конце всегда задаю вопрос, какую оценку вы ставите лично себе как политику? Какую можете поставить? Вы знаете, ну, наверное, 4 с минусом, наверное. Это так, если себя уж там хвалить, да, ну, наверное, 4 с минусом. Потому что многое из того, что хотелось сделать, не получилось в силу разных причин. Но будем исправлять ошибки. Юрий Павлович, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо за беседу. И напоминаю, что это была программа «Актуальная тема». На этом все. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова